Привет, друзья, это Жбубульб. Многие из вас наверняка смотрели художественный фильм «Начальник Чукотки», но не многие из вас знают, что у героев данного фильма были настоящие прототипы из жизни. Зрители старшего поколения хорошо помнят героя приключенческой кинокартины «Начальник Чукотки» рихкомского комиссара Алеши Бычкова. Эту роль великолепно исполнил начинающий тогда актер Михаил Кононов. В истории «Управ делами Чукотки», а именно так себя именовал Алеша, отразилась история поколения молодых людей времен Гражданской войны. Герой Михаила Кононова пребывает в самый удаленный уголок России, в плепарярный Уйгунан. Там еще не знают о том, что победная пост-преволюции донеслась и на этот край света. Таможней управляет царский еще чиновник. Арестовав своего предшественникова, протженного взяточникова, Бычков налаживает новый быт и берет под контроль взымание наличности от таможенных пошлин. Благодаря неподкупности и природной смекалке комиссара, доходы растут невиданными темпами. Однако враги советской власти организовали мятеж, и Алеша с арестантом, роль царского чиновника, блистательно сыграл Алексей Грибов, оказывается в Соединенных Штатах. Упоминания о том, что у героев фильма есть реальные прототипы, советской печати почти не было. Но нам удалось разыскать следы этой истории. В редком сборнике «Таежные походы», выпущенном Хаваровским книжным издательством, рассказывается о двух большевиках, направленных на Чикотку в 1920 году. В фильме один из них, комиссар Глазов, умирает от Тифа, а его помощник, писарь Алеша, воспользовавшись его мандатом, продвигает свои идеи в жизнь. В реальной жизни уполномоченным по уезду был Алексей Михайлович Бычков, а помощником и секретарем Гавриил Рудых. На Чикотку они попали с пароходом «Томск», с еще одним представителем большевиков, который был послан для расследования убийства коммунистов в Анадоре. Нравы тогда были совсем простые, и арестовав подразреваемых, купцов и промышленников, Бычков и Рудых двинулись дальше, в поселок Уэлен. На побережье они впервые познакомились с местным населением, чукчами и эскимосами. Русских коммунистов поразила крайняя нужда и отсталость этого края. Не было школы, медицинской помощи, антисанитария, почти у каждого была трахомая чесотка, а также свирепствовал голод. В фильме герой Кононова обложил налогом торговцев и установил выгодные для чукчей расценки. Точно так же обстояло дело в настоящем 1920 году. Бычков и Рудых, кроме того, открыли медпункт. С помощью серы и тюленевого жира они зачастую принудительно произвели санитарную обработку всех жителей. Пролетарский метод оказался не только экономичным, но и эффективным. Население Уэлены, прилегающие к селению, почти полностью отбавились от отчисотки. Также большевики поделились скромными запасами продовольствия с наиболее голодающими. Исследовав побережье, легкомовцы послали в Петропавловск требование прислать влачей, медикаменты и припасы для людей, голодающих в это время. Кинематографический начальник Чукотки нанимает чиновника-взяточника Храмова в качестве консультанта по торговле. Сцены, где Храмов дает мастер-классы бизнеса прямо в аппаратизированной тюремной камере до сих пор вызывают смех. Особенно запоминается прескурант самого царского таможника. Красный комиссар платит ему долларами за советы. В реальности такого не было. Бычкову и Рудых некому было подсказать, как вести себя с наглыми иностранными торговцами. Но, видимо, ребята были хватки, так как, уходя от отряда белогвардейцев, офицера Бочкарева, в кинокартине это Петухов, военный министр Вольно Чукотки, они захватили с собой немалые ценности. Алёше Бычкову не удалось осуществить свой замысел. Он хотел построить светлую жизнь на отдельно взятом полуострове с дирижаблями, банями и планетариями. И памятником товарища Глазову на всех уведу у чукотских пролетариев. Но советская власть еще не очень твердо стояла на ногах. Казакам и благгвардейцам удалось выбить красных из поселка. Алёша бежит на Аляску, а вместе с Храмовым попадает в Америку. С миллионом долларов США Храмов уговаривают его остаться. А с этим-то миллионом в Америке да с Храмовым, а господи. Но революционная сознательность заставляет товарища Бычкова возвратиться на родину. Через Сан-Франциско и Бирму, через Индийский океан и Атлантику он добирается до Ленинграда. Несколько другим был путь реальных героев. Алексей Михайлович Бычков и Гавриэл Рудых высадились в городе Номе, где получили транзитную визу. Коммунисты из города Сиэтл связали их с обществом технической помощи Советской России. Американские рабочие, швейники, ехали в Москву. С их помощью Бычков и Рудых добрались до города Саут-Пектона, Англия, и далее до Красного Петрограда. Для многих современных россиян поступок коммунистов из 20-х годов покажется странным. Многие даже покрутят пальцем у виска, как они не остались с таким количеством долларов США. В архиве Министерства финансов хранится документ о передаче ценностей товарищами Бычков и Рудых на баланс Народного комиссариата финансов. Также есть документы о положении дел на Чукотке, отправленные ими в ГПУ. Что ж, не зря говорили, что Великая Эпоха рождает великих людей, и эту историю иначе как гражданский подвиг не назовешь. На этом все, друзья, спасибо за просмотр и подписывайтесь, ставьте лайки и удачи.